К нам пришло, да, настоящее лето. В этом сезоне, да, лето такое запоздалое, да, то есть как бы начало было такое длинное, да, долгое, еще весь май практически был прохладный, да, практически шли дожди, кое-где, ну, иногда, да, иногда было тепло, да, но весь июнь, да, практически весь был прохладный, да, где-то, может быть, два дня, да, за весь июль три было тепла, да, тепла, вот. Ну, вот к концу июня, да, 26 июня, июнь заканчивается, да, вот, как бы нас радует жарой такой, да, летний по-настоящему. И прежним у нас стоит жаркая погода, светит ярко солнышко, небо голубое, туч практически не наблюдается, да, дождя тоже не предвидится, то есть погода до лета радует нас жарой. А, итак, наши, да, я пришла на огород, и наши росточки, наши растения растут, развиваются, но в такую погоду, да, им требуется, конечно, влага, да, их нужно поливать. Я подготовила, и делать это лучше, да, каждый день. Итак, я подготовила воду, я подготовила теплую воду для кабачков, и лейку, налила воду, давлейку, для того, чтобы полить наши посадки, петрушку и укроп. Первым делом, да, когда мы приходим на грядку, конечно, необходимо посмотреть, да, как сейчас я пришла, да, и первым делом я прошла по всему огороду, да, и посмотрела, какая ситуация, да, как живут наши растения, как они развиваются. То есть не повредили ли их, например, кошки, да, то есть нету ли, да, у нас, как бы, все живы растения, да, поэтому, потому что растения, понятно, что они беззащитные, да, то есть они, как бы, вот, их посадили в землю, да, они развиваются, они растут, то есть их поливают, да, и как бы у них нет рук и ног, они не могут встать сами, да, подойти, например, налить воды себе, да, и не могут защитить себя никак, да, например, от тех же кошек, да, от разумов, от бегающих, да, от летающих. Да, поэтому, как бы, понятно, что растения, они беззащитные, то есть они вынуждены, да, то есть они попали в такие условия, да, и вот их посадили в землю, и они ждут, да, ждут своего часа, когда их польют, когда их порыхлят, когда за ними будут ухаживать, да, то есть, поэтому защита, защита, единственная защита, да, это, ну, хозяин, который, да, защищает свои растения, оберегает их, да, от внешних, каких-то, от внешнего какого-то воздействия, вот, но они все чувствуют, да, они все понимают, поэтому, как бы, каждое растение, да, оно не похоже, да, одно растение, не похоже на другое, но об этом я уже говорила, да, в своих предыдущих роликах, поэтому, да, каждое растение, вот, как бы, нужно беречь, да, и защищать, защищать и делать все возможное, да, чтобы оно жило, да, и плодоносило, и в результате радовало нас, да, своими плодами, вот, и, конечно, в этом, да, как бы, важно, да, благодарить, но о чем я тоже говорила, да, что благодарение очень важно, когда мы, вот, даже ту же самую клубнику, да, то есть мы срываем ягодки, да, и мы должны в первую очередь поблагодарить землю, да, землю-мать, землю-мать, да, природу-мать за то, что она дает нам, как бы, эти плоды, да, то есть дары, дары природы, да, да, поэтому в первую очередь мы должны, как бы, с благодарностью, да, принимать то, что нам дает природа-мать, да, земля-мать, то есть мы не просто должны, да, пользоваться, как бы, потребительски, да, подходить к этому, да, вот, как бы, сорвал, акушал, да, наелся, насладился, как бы, и все, да, на этом, нет, мы должны к этому подходить, то есть в первую очередь, да, то есть должна быть энергия благодарения, да, то есть мы должны изучать всегда энергию благодарности, вот, даже, что касается, да, любых, любых моментов, да, любых вопросов, но так как сейчас у нас идет рубрика «Дачный сезон», да, поэтому я, конечно, говорю о растениях, да, поэтому, когда мы получаем какие-то плоды, берем что-то, да, мы, конечно, должны в первую очередь благодарить, то есть мы сорвали ягодку, да, клубники, например, мы должны поблагодарить, да, что вот клубника нам, прежде всего, да, нас подарила, как бы, да, вот этими плодами, да, то есть клубнику поблагодарить, да, это растение, потому что это тоже живое существо, да, женского рода, прежде всего, да, клубника женского рода, если она дает плоды, да, то это, конечно, женского рода, потому что мужчина, он, как правило, он не дает плоды, да, он только, как бы, в роли, ну, он начинает, да, плоды дает, как, ну, естественно, мать дает плоды, да, поэтому, как бы, мать-земля, мать-природа, да, клубника, кабачки, то есть все, что плодоносит, да, так, понятно, что это женского рода, женского рода, да, поэтому прежде всего мы должны благодарить, конечно, это растение, да, которое дает нас, которое нас кормит, вот, а затем уже, конечно, благодарить солнце, да, которое светит, которое, благодаря которому, да, созревают наши ягодки, например, да, клубники, например, да, потому что без солнца они бы не созрели, они бы не попроснили, они бы просто сгнили, да, они даже не образовались, да, потому что формирование плода как раз, то есть плод формируется благодаря тому, что светит солнце ярко, да, что тепло, да, то есть теплый воздух, солнце, свет, да, то есть вот благодаря тому, что, то есть благоприятная сама природа, атмосфера, да, то есть почему именно летом, да, мы сажаем наши растения, потому что именно летом, да, благоприятное время для того, чтобы нашим растениям развиваться и плодоносить, да, потому что все этому как бы, ну, сопутствует, да, и сама атмосфера, да, да, и свет, во-первых, да, удлиненный, да, если зимой, например, в 4 часа уже темнеет, да, в 3-4 часа уже темнеет, да, то летом светло еще в 9 вечера, да, полдесятого вечера еще светло, поэтому сама природа, да, заботится, сама природа, да, поэтому не зря существуют эти времена года, да, зима, весна, осень, да, лет, то есть лето, да, то есть лето, да, это период, да, период посадки, да, период развития, да, роста растений, осень – это период, когда мы собираем урожай, да, то есть делаем заготовки на зиму, зимой природа засыпает, да, когда медведь уходит в берлогу, так же, да, то есть мы можем понаблюдать, пронаблюдать, да, посмотрев просто на окружающий мир, да, посмотреть на тех же животных, да, на растения, когда они, в какой момент они растут, развиваются, плотоносят, в какой момент они уходят в спячку, да, когда наступает зима, да, наступает холод, снег, да, выпадает снег, покрывает, как покрывалом, да, нашу землю, и земля отдыхает в этот момент, земля отдыхает, да, все уходят в спячку, насекомые, да, животные, то есть те же комары, те же мухи, да, они только просыпаются летом, поэтому природа сама по себе, да, заботится о нас, и в первую очередь, да, когда мы подходим, например, к кусту клубники, да, и срываем ягодцу, мы должны поблагодарить, да, клубнику за то, что она нам дает плоды, да, за то, что она вот родила, да, да, как та же самая женщина, да, рожает ребенка, да, например, то же самое, да, из ее чрева появляется ребенок, так же и куст клубники, да, который дает нам плоды, ягодки, да, и мы радуемся этим ягодкам, да, так и та же самая женщина, да, только в другом обличье, да, мы также ее должны благодарить за то, что она нам вот родила, да, родила нам и дает нам вот эти плоды, поэтому в первую очередь, да, это благодарение, благодарность, когда мы срываем ягодку, да, мы должны благодарить. Все росточки у меня под яблони, то есть некоторые, да, мы видим, что некоторые, они вот здесь у меня под солнцем, да, то есть на открытой местности, вот, но тем не менее, да, то есть кабачки можно даже не поливать каждый день даже в такую погоду, потому что они накапливают, да, накапливают, то есть мы видим, да, что у них стебли, видим, да, то есть они по-другому устроены, да, нежели, например, укроп, петрушка, то есть они накапливают влагу, да, вот у них такие стебелечки, да, стебелечки, вот именно, они имеют такое свойство, да, накапливают влагу, как и мы, да, тоже в принципе состоим на 80% из воды, то есть я не биолог, да, по образованию, но просто исследуя, да, изучая, как бы выращивая, да, эту культуру кабачки, я, то есть наблюдаю, да, наблюдаю, что эти растения, они накапливают влагу, жидкость, вот, нет необходимости, да, поливать их каждый день, даже в такую жаркую погоду, да, потому что в прошлом году, да, как бы у меня вот не было возможности, да, приходить сюда каждый день, но было в июне очень жарко, и я приходила сюда два, два дня, да, два дня, то есть у меня не было, два через два, то есть два дня у меня не было, потом я приходила поливала, то есть два дня, да, растения могут очень хорошо себя чувствовать, да, и не нуждаться в воде, потому что, да, потому что у них такое сходство, вот как мы, да, живые существа, так как мы сами состоим, да, из воды, и мы можем жить без воды, но написано, да, что три дня, говорят, что три дня без воды, месяц без еды, на самом деле без воздуха, да, мы, наверное, не проживем ни секунды, но без воды можно жить, и без еды можно жить, так как мы сами, да, состоим, живые существа на 80% без воды, вот, поэтому, то есть организм, да, живой организм, он имеет такие ресурсы, да, резерв такой, да, поэтому нет даже необходимости, да, у него все это есть, да, у нас все это есть, да, все необходимое, ну, просто, да, нужно поддерживать, также и кабачки, да, то есть обладают этими прикольствами, да, то есть вот за счет таких стеблей, толстых, да, по всей видимости, да, вот, они накапливают вот эту влагу, листья, стебли, то есть эта влага у них сохраняется, да, и можно каждый день не поливать, то есть два дня можно не поливать, да, даже по той жару, то есть вот то, что мной подмечено, да, по моему личному опыту, вот так, да, здесь, значит, мы с вами все сделали, можем теперь дальше пройти, смотреться, да, ну, наша, наша петрушка не засла, мы здесь посмотрели, да, сегодня, здесь кроме сорняков почти еще ничего не зашло, мы убираем, конечно, тканечки, с грязи, убираем еще ничего, все, убираем, я вижу дальше еще, ничего не зашло, вот так тут можно убить, Рыхлить. 12 дней прошло. Как видим, что петушка еще. Вот. Мало изучена эта культура. Поэтому не знаю. Ну то есть остается только ждать. Да. Летать. Поливать. Периодически. Весь укроп он как-то быстрее. Да. Сходит. Быстрее. Да. Наша клубничка тоже. Я уже начала проснеть. Здесь уже две пятки. Мало подростков. Проснело, видите. Маслицем открытым. Быстрее, да. Быстрее. Краснеет. И вот это кажется, что вы не стыдно. Настаси шины. Настя, пусть как-то же вещь, что у меня. Как позиции. Настя, я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Достаточно. Такая внушительная. Обращая брюшечка. Я вам вчера показывала. Это вот самая красивая. Видим, что. Самая красивая. Видно. Солнце. Да, на самом солнце. Так, ну что, отправляемся. На грябку. Да. Со свеклой. С морковкой. Ну что, отправляемся на грябку. Ну вот, мы вчера с вами пересаживали. Вон наши росточки. Я сейчас прошлась. Посмотрела. Да. Хорошо себя чувствует. Вот. Можно, да, также продолжать рыхлить. Каждый день, да. По одной грядочке. Такую погоду, конечно, не нужно употреблять. Ну вот, мы видим, что наша вчерашняя, да. Которая свекла. Видите, вот она. В таком состоянии. Как бы листики, да, она подняла. Жива еще. Ну, теперь тоже. Подучи. Приживается. Да, приживается. Ну, в такую погоду, жаркую. Так что она будет еще долго переживать. Итак. Так приняли наши степла. Назали к лицу. Ну, да. Звучит. Так что земля быстро очень. Ну, я не знаю. Назали к лицу. Ну, я на пяток. Как? Да, нет. Энергия. Как? Субтитры создавал DimaTorzok 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 вечером, поскольку у нас уже да, клубничка еще покраснела вот здесь мы видим, что вот так уж вроде красная клубника тут можно еще даже собрать вот она сейчас она пока может повисеть да можно ее собрать вечером то есть вот на этом кусте здесь пока что есть, да, но она такая зеленая я пробовала, да клубнику вот нашу первую которую я срывала в четверг такая-то она кисловатое, то есть нет пока что в ней такой сладости да, то есть я не почувствовала кисловатое, но не преслое да, не преслое, не лагинистое то есть такая ну сладости так да, вот здесь вот здесь вот тоже уже начинает краснеть вот сегодня сорвем с этого, с этого куста, да, вечером перед уходом еще свеклу морковь польем тоже вечером да, наша свекла, наша морковка то есть мы видим, что здесь уже она достаточно, да, таких больших размеров вот такие вот уже гигантских, да, гигантских размеров достигла здесь наша свекла вот эти грядки ну, землю можно не рыхлить, да, она достаточно рыхлая с волу можно просто ее полить, да, сорняков тоже нет я смотрю вот наша морковка то есть видите, да, что тоже начинает расти потихонечку да, но единственное, что укроп укроп здесь не такой большой, да укропчик пока еще маленький наш посаженный здесь на солнышке, да, поэтому начинает желтеть то есть для него здесь не очень, да, благоприятное место на открытом месте ну и наша пересаженная светлая вот она уже если распрямилась пожила здесь как-то вот такая ситуация, да здесь у нас на грядках вечером, да, можно полить перед уходом ее сейчас, наверное, нет смысла, да потому что сегодня жарко до вечера земля может просохнуть поэтому, да, мы пойдем с вами это все вечером ну, можно также и клубнику тоже пролить вечером собрать ягодки так, ну а сегодня чем мы займемся мы можем с вами сегодня прорыхлить наши кабачки да, еще да, и вот эти луночки, да в которых у нас нет заслых семена вот остались, да, пустые луночки то есть пространства, да то есть ну их тоже нужно заполнить да, их тоже можно заполнить посадить, например ну какую-то здесь зелень но это можно сделать в июле да, например, еще посадить укроп там или петрушку хотя петрушку, да, уже лучше не сажать потому что она дольше сходит да ну а можно ничего не сажать да, остались пустые места ну вот мы как видим, да что из всех кабачков у нас самый большой кабачок вот этот вот да, у нас самый есть и самый такой больший коровий навоз, который я положила здесь то есть мы видим, да, что он лучше всех позанавливается то есть здесь еще, да, имеет значение да, место место так, прорыхлим, да, сегодня наши кабачки и можно будет еще убрать прополоть нашу грядку с укропом да, убрать сорняки потому что укроп уже начинает прорастать да, и нужно убрать лишнюю здесь траву так, давайте с вами прорыхлим наши сорняки наши кабачки и и и и и и и и и есть она такая у нас незаконченная как бы сюда здесь вода стекает а вот я поставил сюда полушки какие чтобы было ясно да что здесь посадки чтобы здесь не наступали случайно вот и можно будет дать сейчас просто вот так же окопать сделать такую вот грядку потому что вода, когда поливаешь, вода стекает с грядки получается полезная работа там артышки чтобы она оставалась на грядке мы копаем в такое вот углубление то же самое, что мы делали за седьмой грядке как бы мы его оформим кришна кришна хэрри 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 рама хэрри рама хэрри рама хэрри 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 кришна хэрри кришна хэрри кришна хэрри 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И вот что я сделала для лица. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И закончила вот здесь. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Вот наша слёколка, видите, как она уже подросла На самой первой грядке, да, здесь не более такой рост, а благоприятная для неё То есть я, да, по моим наблюдениям, она здесь лучше всего развивается, растёт Вот такие листики То есть уже началось, да, формирование плода Это наш первый кабачок, да, вот На нём появился цветочек, да, вот он первый плод Видите, и вот на нём появился такой цветочек Сначала он вот такого цвета, да, жёлтого мы видим То есть сначала завязывается, да, плод маленький, да, потом он подрастает Потом появляется цветочек на нём Вот, и затем этот цветочек, да, расцветает потом Вот, ну и, соответственно, плод тоже увеличивает Да, вот, как бы, ну вот такой, да, должен быть То есть в средних размерах То есть эта морковка, её должно быть хватать, да, должно хватать на одно приготовление супа Вот, свежую, да, мы свежую взяли Мы её помыли, порезали, там, или потёрли, да, добавили в первое блюдо И приготовили в миску Также можно её натереть в отётке Ну, крупная морковь, чем она хороша, да, что её можно натерать в отётке Использовать как салат, например, свежий, да, к тому же, там, ко второму блюду Вот, крупная морковь, да Но, мелкая морковь, да, она хороша для приготовления первого блюда А ту оставила, которая дала розеточки Да, дала розеточки Вот, и получилось не так, не так, практически Всё я уже вырвала Да, да, вот это вот основное растение, которое я продоносила в этом сезоне Вот здесь вот четыре получилась розетки Всё, да, основное растение, да Ну, всё остальное я удалила То есть вот осталось, как, ну, два, три, четыре, плюс шесть, да, шесть Растение, ну, и плюс, то, что, там, поло, розетки, да, у нас, то есть новая, новая губинка Да, смотрим, да, посмотрим, как будет в следующем сезоне, да, всё остальное мы перекопаем здесь, да, то есть вот эту всю территорию И, возможно, здесь, на этом месте в следующем сезоне можно будет посадить что-то ещё на ту мерленту, да, например Ну, можете ещё что-то посадить, то есть вот эту вот всю территорию, да, её окопать Перед началом зимы, как обычно, износим, да, перекопать землю полностью, вот И посмотреть, да, что мы будем здесь уже в следующем сезоне То есть для меня это целое, как бы, ну, действо, что ли, так сказать, да, действо То есть прийти сюда, собраться, написать ролик, да, потом просмотреть его, потом его отправить уже на YouTube Вот, то есть для меня это целое, целое, да, это мероприятие, да, это не просто пришёл, да, оделся, пришёл и ушёл То есть для меня это целое... То есть для меня это мероприятие, да, большое встреча, встреча, да, встреча С огородом, встреча с растениями, да, то есть для меня, когда я... быстренько и уйти. Но действительно, я ловлю свое хорошее настроение, я ловлю вдохновение для того, чтобы прийти на огород. То есть с плохим настроением я не приду сюда. У меня должно быть огромное желание и вдохновение для того, чтобы сюда прийти, чтобы можно было отдать. Я отдаю растениям, я взаимодействую с ними. То есть я не делаю что-то механическое. Если я поливаю, то я это делаю с вдохновением. Если я рыхлю, то я делаю это с вдохновением. Если я собираю сорняки, выпалываю, я делаю это с вдохновением. То есть любое действие, которое я прихожу сюда и делаю на огороде, происходит не механически. Поэтому я отдаю, но я и получаю взамен. Потому что когда вы будете просто механически все делать, неосознанно, неосознанно, когда вы пришли, быстренько что-то сделали, полили, порухлили и ушли с огорода. И вы пришли домой, вы не получили, то есть вы ничего не отдали, и поэтому вы ничего не получили взамен, вы ничего не почувствовали перед взамен. Но когда вы делаете это с вдохновением, с энтузиазмом, с огромным желанием, да, с энергией, с позитивом, да, с желанием отдать, да, то вы потом и получаете. То есть не только получаете в виде плодов, да, но получаете в виде энергии, да, той же энергии, да, в виде позитива, в виде хорошего настроения, в виде расслабления, отдыха, да. То есть многие идут, да, например, отдыхать, расслабляться в ресторанах, в кафе, да, на дискотеку, в какие-то увеселительные заведения. То есть люди думают, что для людей, да, отдых, ну, это значит пойти расслабиться, да, это пойти куда-то, там, где много людей, да, там, где большая компания. Вот, но для меня, например, да, расслабиться, отдохнуть, да, это значит в первую очередь это уединиться, да, только так можно восстановиться, только так можно опять восполнить свою энергию, да, уединиться и прийти на природу, да, и прийти именно туда, где вам хорошо, да. Да, Даша, есть вот такое выражение, мой дом, мой дом там, где спокойны мои мысли, да, вот есть такое выражение. То есть если, поэтому, когда мы, да, получаем, когда нам нравится что-то, да, и мы получаем от этого вдвойне потом, да, нам приходит. То есть мы отдаем, но мы также и получаем. Вот. Вот. Поэтому вот, что бы вы ни делали, да, поэтому самое лучшее место, да, что бы вы ни делали, то вы всегда должны делать с любовью, с вдохновением, тогда вам вернуться вдвойне. Вот. Поэтому самое лучшее место, да, это отдохнуть, расслабиться, да, восстановить свои силы, это огород, это огород, это дача, это природа, это растения, да, это взаимодействие с растениями, с природой. Тогда вот получается, потому что если вы отдаёте, ну, да, то есть если есть отдача, не просто механически вы что-то делаете, да, но вы это делаете с любовью, то и вам и возвращается, вот он тоже с любовью. То есть вы это чувствуете, да, я прихожу домой, например, с природой, я чувствую, какая я весёлая, какая я счастливая, какая я жизненная. То есть я чувствую энергию. К вам приходит энергия. То есть если вы идёте в какое-то место общественное, да, чтобы отдохнуть, расслабиться, то вы энергию не набираете, вы её, наоборот, отдаёте. Вы не наполняетесь таким образом, вот. А когда вы приходите сюда, да, на огород, да, взаимодействуете с растениями, да, и лучше, конечно, когда вы это делаете наедине, только вы и ваше растение, да, то вы наполняетесь. Вы наполняетесь, вы наполняетесь энергией, вы наполняетесь, да, положительными эмоциями, позитивом настроением. Вот я чувствую, да, когда я похожу домой, себя рода, то есть я чувствую себя отдохнувшей, я чувствую себя слабой, я чувствую себя чувствовательной, я чувствую себя счастливой. То есть вот такой вот даёт, ну, то, что даёт, да, то, что даёт природа мать, земля мать. Но вы должны также ей отдать, потому что если вы ей не отдаёте любовь, да, да, ещё раз повторю, то вы также ничего и не получите в результате. Вот, да, наверное, на такой позитивной ноте я сегодня закончу свой выпуск прощания, да, выпуск прощания с летом. Итак, лето, до свидания, да, мы говорим лето, до свидания, лето, прощаем. И, итак, да, с летом мы попрощались, но впереди, наверное, всё-таки будут ещё тёплые дни, да, впереди ещё сентябрь, ещё октябрь, то есть осень, да, не менее тёплые, тёплые, тёплое время года, да, но... Субтитры создавал DimaTorzok